Наверное, ты уже ответил о чеченке, которая живет в Финляндии, и как она опускала россиян. Я знаю, про какую чеченку вы говорите. Кстати, я не знаю, чеченка она или нет. Томсо, почему ты стараешься избегать слова русский, и ты говоришь основной этнос, большинство населения и так далее, но не говоришь русский, и как будто это должно их обидеть, хотя что тут такого? Бисмиллаху, альхамду лиллаху, ассалату, ассаламу аля, расулиллаху, ассаламу алейкум, арахмату Аллаху. Приветствую вас, дорогие друзья. Начинаем с вами очередной наш воскресный еженедельный эфир. Начнем с новости. У меня появился ассистент. Теперь во время моих эфиров меня будет ассистировать мой друг, он будет сидеть рядом со мной. Вы его все хорошо знаете. Это Абдул Керим Эдилов. Теперь все темы кефиром, заготовки и так далее, этим всем будет заниматься он. И с правой стороны он мне будет подсказывать в нужный момент, о чем нужно говорить. Будут зачитывать какие-то ваши вопросы, будут следить за чатом и заодно модерировать. В общем, прошу любить и жаловать. Абдул Керим Эдилов. Теперь один из моих соведущих. Так, Томсо, зачем издеваешься над Абдул Керимом? Почему издеваюсь? Это вообще первый соведущий в моем эфире. Еще наоборот, я удостоил его большой чести. У нас с Абдул Керимом были непростые взаимоотношения. Он обещал прокатить меня на машине, приглашал домой. Я в ответ пригласил его, наоборот, обратно, пообещал прокатить. В итоге его Кадыра убил. Но я все равно свое обещание выполняю. Я теперь не просто его катаю рядом с собой. Я теперь даже соведущим его сделал. Ну, помощником даже, не соведущим. Помощником меня в эфире. Иудов, ты до сих пор ждешь какого-то дня, он спрашивает у Иудова. Это отсылка к одному из моих чатов, голосовых чатов в Телеграме, куда присоединился, зашел тогда Иудов и сказал, мол, я жду одного дня. Он мне угрожал. Когда он сказал, я жду одного дня. Я, говорит, покажу там видео из твоей спальни. Что-то там, в общем, угрожал мне. Видимо, до сих пор ждет этого дня. После этого очень много воды утекло, времени прошло. Но он все ждет. Джанго. Саламу алейкум. Есть новости от Сазана. На чеченском будут эфиры. Алейкум ассаляму араму атулах. По поводу Сазана. Сазана – это Адам Данимхан. Когда появилась новость о его убийстве, и Кадыров запостил у себя в Телеграм-канале, типа там, выйдите на связь, что-то сообщите. Короче, он обращался к украинским спецслужбам. Я, естественно, сразу воспринял это как стек с его стороны. Поэтому он всерьез не воспринял вопрос. Сразу понял, что Адам Данимханов вряд ли мертв. Вряд ли Кадыров написал бы подобное. Если бы у него реально не было бы. Если бы он реально потерял связь с Адамом Данимхановым. И если бы реально были бы сомнения в том, что он жив. Но был ли там какой-то реальный инцидент, и может быть он реально получил какие-то ранения и так далее. Вот это я не знаю, честно говоря. У меня нет никакой инсайдерской информации. Но пока я к этому отношусь как к фейку, как к какому-то вбросу. То, что он не мертв, это я практически в этом уверен. А вот в целом, что вообще там была какая-то ситуация, какая-то история, я к этому отношусь скептически, с недоверием. Я думаю, что это был какой-то фейк. Томсо, почему ты стараешься избегать слова русский, и ты говоришь основной этнос, большинство населения и так далее, но не говоришь русский, и как будто это должно их обидеть. Хотя, что тут такого? Нет, нет, я не в таком контексте, я не избегаю слова русский. Я избегаю слова русский, когда идет какое-то разделение на национальные вопросы, если поднимаются. Вот в этих моментах я не только русский избегаю, я в принципе там избегаю. То есть, чтобы не создалось впечатление, что, допустим, я говорю о каком-то явлении, о политических каких-то разногласиях, и чтобы не создалось впечатление, что это из каких-то там националистических, там этнических побуждений идет, и тут я как бы применяю такие вещи. Но, а так в целом, нет, конечно, не избегаю. Если не в таком контексте идет речь, то никаких проблем русский, там, испанцы, кто угодно. Мы можем называть народности. Джанго. Ассалам алейкум. Есть новости от Сазана. На чеченском будут эфиры. Алейкум ассаляму арамутуллах. По поводу Сазана. Сазана это Адам Денимханов. Когда появилась новость о его убийстве, и Кадыров запостил у себя в телеграм-канале, типа, там, выйдите на связь, что-то сообщите. Короче, он обращался к украинским спецслужбам. Я, естественно, сразу воспринял это как стек с его стороны, поэтому он всерьез не воспринял вопрос. Сразу понял, что Адам Денимханов вряд ли мертв. Вряд ли Кадыров написал бы подобное, если бы у него реально не было бы, если бы он реально потерял связь с Адамом Денимхановым, и если бы реально были бы сомнения в том, что он жив. Но был ли там какой-то реальный инцидент, и может быть он реально получил какие-то ранения и так далее. Вот это я не знаю, честно говоря. У меня нет никакой инсайдерской информации. Но пока я к этому отношусь как к фейку, как к какому-то вбросу. То, что он не мертв, это я практически в этом уверен. А вот в целом, что вообще там была какая-то ситуация, какая-то история, я к этому отношусь скептически, с недоверием. Я думаю, что это был какой-то фейк. Наверное, ты уже ответил о чеченке, которая живет в Финляндии, и как она опускала Россия. Я знаю, про какую чеченку вы говорите. Я, кстати, я не знаю, чеченка она или нет. Точнее, я думаю, что она, скорее всего, не чеченка, она замужем за чеченцем. Но это я делаю вывод из того, как она говорила на чеченском языке. Так как 11 лет, она, по-моему, сказала, живет в Финляндии. То есть, те дети, которые родились здесь, они еще могут не знать чеченского языка, будучи чеченцами. Но те, кто жил в Чечне, приехал из Чечни и не знают чеченского, то здесь, скорее всего, это мои мысли, то есть, кто как, я думаю. Я думаю, она, скорее всего, замужем за чеченцем, поэтому она, по сути, не знает чеченского языка. Но в украинской информационном сегменте, это, конечно, видео было очень популярно. Им это очень понравилось. Спасибо. 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 Спасибо.